Вы когда-нибудь ломали руку? Нет? Вам повезло. А мне не очень. 12 мая этого года я неудачно подставилась под сдающий задом автомобиль и в результате падения сломала руку в лучезапястном суставе. Перелом со смещением. Здравствуйте, меня зовут Бай Че. Мне 57 лет, я консультант по вопросам питания. Я помогаю людям снижать вес и оздоравливаться при помощи методов натуропатии. В сегодняшнем видео речь пойдет о том, как восстановить руку после перелома в лучезапястном суставе. Досмотрите это видео до конца и в конце ролика вы узнаете, какой сюрприз я приготовила для тех, кто так же, как и я, пострадал от перелома. Итак, 12 мая этого года мне наложили гипс, и я проходила в нем полтора месяца, поскольку перелом был со смещением. На днях гипс мне сняли. И что же я увидела после того, как гипс сняли с моей руки? А увидела я печальную картину. И сейчас я хочу показать вам, как визуально выглядит рука человека, который не использовал ее в течение полутора месяцев. Посмотрите сейчас на мою левую руку. Это моя здоровая рука, которая полтора месяца довольно-таки активно работала физически. В принципе, тонус мышц в довольно неплохой форме, как бицепс, так и трицепс, учитывая то, что мне все-таки 57 лет, и я женщина, и я не атлет. А теперь посмотрите на мою правую руку, которая полтора месяца находилась в гипсе. Нет даже ни единого намека ни на бицепс, ни на трицепс. Более того, я даже не могу создать какое-либо видимое напряжение мышц в этой руке. Они просто не работают. Продолжаем визуальный осмотр и сравнительный анализ моих рук. Левая рука. Я свободно поворачиваю ее тыльной стороной к вам. Правую руку я повернуть так не могу. Левая рука свободно сжимается в кулак. Правая рука. Это максимум, что я могу сделать в плане сжатия пальцев. Левая рука здоровая. Полноценный сгиб в лучезапястном суставе. Правая рука при всех моих тщательных усилиях не может сделать ни единого движения для того, чтобы изобразить хотя бы какое-то подобие сгиба в суставе. Картина печальная. Не так ли? И вообще, визуально руки выглядят совершенно разными. Рука, которая вышла из гипса, кажется полупарализованной, практически неживой. И согласитесь, для меня, для женщины, для блогера, который привык к активному образу жизни, это очень удручающе. Но именно потому, что я блогер, я придумала одну вещь, из которой можно извлечь максимум полезности как мне, так и вам, мои дорогие зрители. И в этом мой сюрприз. Но сначала небольшой экскурс в мою личную историю. Пару лет назад я участвовала в реалити-шоу по омоложению лица. Я вела дневник на своем канале. И сейчас в верхнем части экрана вы видите ссылочку на этот плейлист, который так и называется, «Марафон по омоложению лица». И этот плейлист вызвал очень большой интерес у моих зрителей, потому что на их глазах происходила трансформация моего лица, происходило омоложение моего лица, и они это могли видеть своими глазами, как за шесть недель я изменила свое лицо и сделала его более молодым. Эта идея подтолкнула меня к созданию еще одного реалити-шоу, связанного с переломом руки. Может показаться странным, что на таком печальном событии, как перелом руки, можно делать реалити-шоу. Но я вас уверяю, это будет не просто реалити-шоу, это будет самый настоящий дневник реабилитации руки после перелома со смещением. Я думаю, что многим будет интересно наблюдать, как же все-таки будет происходить восстановление моей руки. И особенно это будет интересно тем, кто так же, как и я, попал в такую же нелепую ситуацию. Итак, начиная с сегодняшнего дня, я буду выкладывать в отдельном плейлисте по понедельникам свой дневник реабилитации после перелома руки. Как вам эта хорошая идея? Напишите об этом в комментариях, что вы об этом думаете. Если вам нравится эта идея, подписывайтесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео из серии «Реабилитация». И, кстати, в Инстаграме, в сториз я тоже буду вести такой дневник и советую вам подписаться и на мой Инстаграм. Ссылку на мой аккаунт вы найдете внизу в описании к видео. А в своем следующем видео из серии «Реабилитация», которое выйдет в понедельник, я расскажу вам о том, какие же самые первые действия нужно производить с больной рукой, которую только что освободили от гипса. Надолго не прощаюсь. Ваша Байче.